Сначала эскалации покинуло почти половина населения. В основном это женщины, дети и пожилые люди, жители городов и сел, расположенных на линии соприкосновения, где сейчас продолжаются бои, прячутся в подвалах и бомбоувежищах. Взрывы в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики звучат весь день. Обстреливаются жилые кварталы под огнем. И город Шуши, там прямым попаданием, вероятно, авиабомбы, разрушен забор Святого Христа Всеспасителя 19 века постройки. Причем удара было два. Вторым ранены трое журналистов, в том числе россиянин Юрий Котинок. Он сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Уничтожение памятников культуры и религиозных объектов, считают деревани, это нарушение норм международного права. Карабахский вопрос не может быть решен путем насилия. Но политика Азербайджана был разработан план насильственного решения карабахского вопроса. Армения всегда была готова к компромиссу. Азербайджан — это тот, кто ни в коем случае не хочет никаких компромиссов. В приграничной с Нагорным Карабахом армянские города ежедневно из-под обстрелов бегут тысяч человек. Ущелье Арзене в получасе езды от Еревана. На территории пансионата — пункт временного пребывания беженцев. В гостиничных номерах разместились шесть семей из Карабаха. Всего более 30 человек. Семья Айвазиан — три поколения. Женщины и дети. Что такое война, знают даже самые младшие. Очень трудно. Мужчины наши там все, сыновья мои. Хозяин дома отдыха говорит, к вечеру ждет еще три семьи. Номера уже готовы. Здесь у нас все есть. Там кухня, все есть там. Зачем? Ну как зачем? Наши армяне, наши карабахцы. И все это абсолютно бесплатно. Потому что на войне родной сын. И возможно ему тоже кто-то поможет.